С берез не слышен, небесом сплетает жёлтый вид, Старинный бальс, осенний сон, играет гармонич, Вздыхает жалуя с гласы, и словно в забытих, Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Те ветераны, которые прибыли сегодня на эстонскую землю, конечно же, очень же хотели посмотреть, как живут их сверстники, их коллеги, те, кто прошёл через концентрационные лагеря здесь, в Эстонии. Конечно, то, что сегодня мы принимаем такую серьёзную представительную группу молодительных узников фашизма из Беларуси, накладывает на нас очень многое. Конечно же, это наша радость, это наша гордость, это наше будущее. И то, как они смотрят в будущее, действительно вселяет в нас оптимизм, и мы видим, что мы вправе гордиться этими людьми, которые, несмотря на свой достаточно преклонный возраст, учитывая, что самым молодым по 78 лет, самый старший сегодня в этой группе 90-летний человек, и они совершили вот такой, можно сказать, марш-бросок, и за несколько буквально дней до этого успели побывать уже и в Москве, и в Питере, и в Хельсинки, и даже в Стокгольме, ночуя на паромах, и они отдают всю свою душу для того, чтобы больше людей узнали, как это было с ними, сколько страданий выпало на их долю. И улыбка, и цвета, все это ты победа, 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 ты сила, мерзла, голодала. То, что мы сегодня вот в Эстонии, перед этим мы уже в течение двух лет, кроме того, что мы проводим эту работу и это мероприятие, основная цель нашего коллектива – донести правду о войне, напомнить о войне, и чтобы не было, не допустить фашизма, и не допустить повторения коричневой чумы 20 века. С этой целью мы проводим уроки мужества в школах, в университетах, в учебных заведениях, на предприятиях, и не только в нашей Белоруссии, но и за рубежом. Мы выезжали в Россию, в Санкт-Петербург, в Сочи, в Абхазию. Мы выезжали за границу Польши, Чехии, Германии, Франции, Австрии, Словакии. Мы везде памятникам советских воинов возлагаем венки и проводим митинги. Мы проехали по мемориалам знаменитым в мире. Это сестра нашей хатыни белорусской, Лидице, Ародур-Чешская, во Франции Ародур-Сюрглан. Это тоже были полностью уничтожены, как и хатынь, эти стерты с лица земли, эти деревни. Проехали по концлагерям, Майданок, Освенцим, Лидице, Ародур-Сюрглан и Трезин в Чехии. И вот к 70-летию Победы мы разработали акцию «Нет фашизму. Детство без войны». И мы везде призываем по этой акции народ к миру, чтобы не повторилась война. Принимают просто исключительно с пониманием. В Германии мы однажды... Да, простые люди. Те же мы в Польше боялись, что нас как-то встретят неординарно. Понимают, простой народ понимают. И осуждают свое правительство, что они вот такое творят. А в Германии у нас однажды такие старички встали перед нами на колени и просили прощения. Мы просим прощения за все издевательства над вами. Мы не виноваты. Нас гнали. Нас заставляли. В Хельсинки просто понимают народ. И благодарен, что мы вот и приехали, и вот это проводим. А вчера в Швеции нет посольства Белоруссии. Нас не было кому встретить. И мы просто на экскурсию поехали, и произошло какое-то чудо. Мы зашли в магазин, но магазин оказался... Там художница работает. И когда она увидела и услышала нас, кто мы такие, она тут же стала организовывать, чтобы подключить радио, съемки, и успеть нас взять интервью и поговорить с нами. Но не получилось, люди на работе. И тогда она попросила в магазине сделать фото, и мы спели пару песен, насколько народ заинтересован вот в таком движении. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ